Добрый день, уважаемая аудитория. Мы продолжаем с вами рассматривать курс, посвященный дисциплине «Бизнес-коммуникация и деловая переписка». Читает курс Андросова Ирина Владимировна, доцент кафедры региональной экономики и менеджмента. Итак, третья тема посвящена устным бизнес-коммуникациям в управлении. Итак, что же такое устные бизнес-коммуникации? Это передача информации посредством устной речи. И основными требованиями, которые предъявляются к устным бизнес-коммуникациям, являются следующие. Необходимо четко определять цель своего сообщения, делать свое сообщение понятным, доступным для восприятия различных групп пользователя. Соответственно, сообщения должны быть краткими и сжатыми. Необходимо отказываться от излишней информации и привлекать внимание сотрудников лишь только к тем проблемам, которые действительно этого стоят. Ну и, соответственно, необходимо следовать правилам активного слушания и демонстрировать сигналы понимания и готовности к совместным действиям. Итак, выделяют следующие формы устных бизнес-коммуникаций. Выделяют традиционные формы и инновационные формы. Вся эта классификация представлена на рисунке 1 нашей презентации. Итак, к традиционным устным бизнес-коммуникациям относятся деловые переговоры, деловые беседы, совещания и деловая телефонная коммуникация. Наряду с традиционными формами существуют и более инновационные, которые в настоящее время принимают все большую популярность, к которым относятся презентации, круглые столы, пресс-конференции, брифинги, выставки, ярмарки. И мы кратенько остановимся на каждой из форм устных бизнес-коммуникаций. Итак, деловые переговоры. Деловые переговоры — это коммуникация между сторонами для достижения своих целей. Причем, каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решений. Основными функциями деловых переговоров являются информационная функция, которая заключается в передаче информации, коммуникативная функция, регулятивная, поиск совместного решения проблемы, пропагандистическая функция, ну и, соответственно, решение собственных внутренних и внешнеполитических задач. При этом различные авторы выделяют ряд видов переговоров, к которым относятся позиционные и принципиальные. К позиционным переговорам относятся те переговоры, стратегия которых ориентирована на спор о конкретных пунктах в решении конфликтного вопроса. Принципиальные или по-другому их называют переговоры по существу, предполагают максимальный учет интересов сторон, ну и, соответственно, как результат совместную выработку общего соглашения. Также выделяют и методы ведения переговоров. Выделяют несколько методов. Вариационный, метод интеграции, метод уравновешивания сторон и компромиссный метод. Итак, вариационный метод основан на том, что происходит распределение предполагаемого результата на идеальное решение проблемы, ну и, соответственно, предложение партнера, которое обязательно следует отклонить. Метод интеграции, уже из самого названия, свидетельствует о том, что его используют в том случае, если партнер не отступает от своих узких интересов и ведет позиционный торг. Метод уравновешивания делает акцент участнику переговоров на пристальном анализе системы контраргументов партнера. Принцип применения метода уравновешивания заключается в том, что у партнера присутствует четкая эмоциональная и информационная реакция на контраргументы. Ну и, соответственно, компромиссный метод проявляется в готовности партнеров учитывать интересы друг друга и все-таки идти на уступки. Это предполагает отказ от исходных требований и формулировку новых. Следующая форма традиционной бизнес-коммуникации – это деловая беседа. Итак, деловая беседа – это специально организованный предметный разговор, служащий для решения управленческих задач. Можно выделить несколько видов деловых бесед. Первый выделяют как беседа при приеме на работу или по-другому называется отборочное собеседование. Целью данного вида бесед является определение о том, справится ли кандидат с предлагаемой работой и сможет ли ее выполнить лучше других. Ну и второй момент – соответствуют ли личные качества кандидата условиям организационной культуры и сможет ли он успешно взаимодействовать с другими сотрудниками. Результатом беседы при приеме на работу является решение о пригодности кандидата к данной работе или, наоборот, о его непригодности. Следующий вид – это беседа при увольнении или по-другому она называется выходное интервью. Цель беседы и, соответственно, ее порядок проведения зависит от причин увольнения работника. Допустим, если работник увольняется по собственному желанию, то необходимо выяснить причины такого решения с целью получить представление о проблемах организации. Результатом данной беседы будет являться дополнительная информация об условиях организации и поддержание положительного имиджа организации на рынке труда. В другом варианте, если же работник увольняется по инициативе работодателя, то необходимо обязательно разъяснить причины такого решения и при необходимости оказать психологическую и консультационную поддержку. Результатом беседы при данной причине является поддержание положительного имиджа организации. Третий вид деловых бесед – это деловые беседы проблемные и дисциплинарные. Соответственно, они проводятся в том случае, если в организации обнаруживаются сбои, конфликты между сотрудниками, особенно по фактам нарушения дисциплин. Следующей формой являются деловые совещания. Под деловыми совещаниями следует понимать форму организованного, целенаправленного взаимодействия, связанного с принятием решений группой заинтересованных лиц. Если обратим внимание на наши слайды, то увидим, что представлена схема процесса организации делового совещания. Входной информацией, то есть первой стрелочкой, являются обсуждаемые вопросы прежде всего, определение круга заинтересованных лиц. Далее, соответственно, идет непосредственно основная часть процесса проведения совещания, к которым относятся подготовительная работа, введение непосредственно совещания и завершение. Ну и на итоге мы получаем результаты. То есть результаты делового совещания. Отметим, что менеджер тратит порядка 25% своего рабочего времени на проведение деловых совещаний и непосредственное участие в них. Выделяют классификацию деловых совещаний по ряду классификационных критерий. Итак, по принадлежности к сфере общественной жизни выделяют деловые, административные, научные, собрания и заседания политических, профсоюзных и других общественных организаций, а также объединенные совещания. По масштабу привлечения участников выделяют международные, республиканские, отраслевые, региональные, областные, городские, районные, местные, ну и внутренние. Внутренние – это совещания внутри одной организации. По месту проведения выделяют местные и выездные деловые совещания. По периодичности проведения – регулярные и постоянно действующие. По количеству участников выделяют в узком составе, то есть до 5 человек, в расширенном составе до 20 человек, и представительные, количество участников которых составляет более 20 человек. По целям проведения выделяют инструктивные, оперативные и проблемные деловые совещания. Итак, следующей формой традиционных бизнес-коммуникаций является телефонная деловая коммуникация. Под телефонным разговором подразумевается контактное во времени, но дистантное в пространстве и опосредованное специальными техническими средствами коммуникации. Отсутствие визуального контакта увеличивает нагрузку на устно-речевые средства взаимодействия партнеров по общению. Преимуществами деловой телефонной коммуникации являются скорость передачи информации, то есть в данном случае мы выигрываем по времени, немедленное установление связи с абонентом, находящимся на любом расстоянии, непосредственный обмен информацией в форме диалога и возможность достичь договоренности, не дожидаясь встречи. Конфиденциальность контакта, сокращение документа оборота, ну и очень важным преимуществом является экономия средств на организацию контактов других видов. Поясню. То есть бывают такие ситуации, что первый телефонный договор вообще может оказаться последним, поэтому нет необходимости тратиться на проведение переговоров, бесед, встреч и так далее. То есть таким образом происходит экономия денежных средств организации. Следующий момент нашей темы является рассмотрение инновационных форм устных бизнес-коммуникаций, к которым, я еще раз повторюсь, относятся презентации, круглые столы, пресс-конференции, выставки, брифинги и так далее. Итак, первой инновационной формой, которая в настоящее время набирает популярность и уже практически становится неотъемлемой устной формой бизнес-коммуникации, это презентация. Презентация – это публичное представление чего-либо, демонстрация или ознакомление с чем-то, что представляет интерес для определенной группы рецепиента. Итак, преимуществами презентации являются, во-первых, это возможность ознакомить аудиторию с товаром, услугой, фирмой, потенциальных потребителей, инвесторов, бизнес-партнеров и прочих заинтересованных лиц. Следующим преимуществом является демонстрация потребительских свойств товара, причем красочная его презентация, его качество, уникальности, полезности и прочих моментов. Следующее преимущество заключается в том, что значительно повышается эффективность продажи в условиях, если презентация была удачно проведена и удачно составлена. Ну и следующим еще преимуществом можно выделить то, что раскрытие приоритетных направлений деятельности организации в будущем для повышения активности инвесторов и увеличения сегмента покупателей. В качестве недостатков выделяют следующее. Во-первых, на данный момент пока еще не полностью или даже недостаточно изучили влияние презентации на финансовые результаты компаний. Следующее, деловая презентация требует больших интеллектуальных и организационных затрат, которые не все фирмы, к сожалению, могут понести и тем самым достойно представить свой продукт. Ну и третье, проведение дорогостоящей рекламной кампании для привлечения аудитории на мероприятие. Следующей формой является круглый стол. Это круглый стол из самого названия, мы видим на рисунке, то есть стол в виде круга. Это собрание в рамках более крупного мероприятия, при этом используется как свободная конференция разнородных участников для непосредственного обсуждения определенных проблем. Эта форма коммуникации характеризуется следующими признаками. Во-первых, цель обсуждения. Цель какая? Обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы. Следующий признак. Все участники круглого стола выступают в роли пропонентов. Что такие пропоненты? То есть это участники, которые должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. Ну и третье, что можно отметить, все участники обсуждения равноправны. Никто не имеет права диктовать свою волю и решение. При этом отмечается, что круглый стол чаще всего несет в себе информационно-аналитическую составляющую. Пресс-конференции. Под пресс-конференцией понимается мероприятие для средств массовой информации, проводимое в случаях, когда есть общественно значимая новость. И организация или, например, отдельно известная личность, непосредственно связанная с этой новостью, желают дать свои комментарии по данному событию, которые будут интересны и важны для общественности. Технология проведения пресс-конференции заключается в следующем. Во-первых, в ходе пресс-конференции все ее участники отвечают на вопросы журналистов, прямо или косвенно связанные с темой конференции. Примерно за неделю до ожидаемой пресс-конференции необходимо оповестить те средства массовой информации, чье присутствие необходимо, в зависимости от ее темы. Как правило, рассылаются пресс-релизы, то есть официальные сообщения для прессы, по электронной почте и по факсу. Накануне проведения пресс-конференции перепроверяется количество принявших соглашений, те, кто собирается, планирует посетить пресс-конференцию. Для того, чтобы заинтересовать как можно большее количество важных людей, необходимо поставить во главе обсуждения тему, общую и актуальную для всех приглашаемых. Пригласить в целом рекомендуются представители различных общественных слоев. Считается, что оптимальное время проведения пресс-конференции с 11 до 16.00. Время проведения пресс-конференции обычно занимает от 30 минут до 3 часов, в зависимости от темы и количества журналистов и присутствующих, и гостей. Таким образом, по результатам рассмотрения сегодняшней темы, посвященной устным бизнес-коммуникациям в управлении организацией, мы выделили основные формы и дали обзор и особенностям данным формам устных бизнес-коммуникаций. Благодарю за внимание.